Электронные технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь, используют их и в образовательных учреждениях. Третий год в рассказовских школах в качестве эксперимента ведут электронный дневник. Это целая сеть, в которой собраны отметки каждого ученика, информация о том, что связано с учебой, и самое главное, это доступно для родителей, которые всегда могут узнать об успехах своего ребенка. Электронный дневник проверила и наша съемочная группа. Если раньше, получив плохую отметку, дневник можно было потерять, забыть или в крайнем случае вырвать лист с плохой отметкой, то теперь школьникам придется либо говорить правду о своей успеваемости, либо действительно подтянуть свои знания. Теперь все оценки родители могут посмотреть в электронном дневнике. Новшество, а точнее эксперимент, проходит третий год, и что самое интересное, ученики относятся к нему положительно. Дневник не всегда подает, чтобы туда ставили оценки. И иногда не знаешь половину своих оценок, которые тебе выставляют. А когда просматриваешь, видишь, какие твои успехи в учебе, что нужно исправить, что там подтянуть, какие хвосты, чтобы получить лучшую все-таки оценку. Юля учится хорошо и регулярно заполняет простой бумажный дневник, но говорит, что ее родителям гораздо удобнее знакомиться с успехами дочки через интернет. Конечно, в случае плохой оценки, говорит школьница, строгого разговора не миновать. Всем хочется, чтобы ребенок хорошо учился. Чтобы был какой-то стимул, тоже всегда подстегивают, что вот так не получилось, но у тебя обязательно все получится. Ты главное старайся, не забрасывай учебу. Ну, все-таки лучше же знать, пусть и плохие оценки, но все-таки правду, чем все-таки лукавить. И родителям это намного удобнее. Все-таки они знают, в курсе находятся всего, как учится их ребенок. В электронных дневниках существуют и различные вкладки, например, библиотека со всей необходимой для обучения литературой. Также в ближайшее время в электронные дневники учителя будут вносить информацию о домашних заданиях и темах уроков. Листочки с паролями раздали всем родителям. У преподавателей есть свои. Можно просматривать отдельные предметы, а можно открыть всю статистику оценок ребенка по четвертям. Редактировать оценки в электронном дневнике ни родители, ни ученики не могут. Родители могут точно знать, как ребенок обучается, на каком уровне он находится. И не только по одному какому-то конкретному предмету. Все предметы перед глазами высвечиваются. И итоговая оценка. Причем там высвечивается не только оценка, но и процентные отношения. Обычный бумажный дневник ребенка может и спрятать, и оценку там может как-то подправить, и он может выдернуть листочек, если очень строгие родители. А в электронном дневнике такого уже не произойдет. То есть информация более достоверная, точная. Бумажные дневники пока отменять не собираются, но доступность контроля для родителей, а также невозможность скрыть плохую оценку заставила некоторых учащихся пересмотреть взгляды на учебу и более ответственно подходить к подготовке уроков. Наталья Киселева, Сергей Томахин. Новости этого рассказа.